Знаем, вы слушаете Радио Болтком По понедельникам и вторникам В полдень на Радио Болтком Вместе с приглашенными гостями Лидерами общественного мнения латвийского общества Знаменитостями, авторитетами Представителями самых разных сфер обслуживания Самые злободневные темы страны и мира Со всех сторон Разворот Участие слушателей обязательно Звоните в прямой эфир Задавайте интересующие вас вопросы Разворот Добрый день, уважаемые радиослушатели Программа Разворот в прямом эфире Меня зовут Андрей Лешкевич И в ближайший час речь пойдет о спорте Спорте в период пандемии коронавируса В первой части мы поговорим о профессиональном спорте А в второй части о, ну скажем так, любительском Вот сейчас у нас на прямой видеосвязи Спортивный журналист, комментатор Анатолий Крейпенс Здравствуйте, Анатолий День добрый Да, нам, кстати, можно позвонить 672 12 93 9 672 13 93 9 Если у вас есть какие-либо вопросы Анатолий, ну да, будем говорить о спорте И, наверное, прежде чем мы Погрузимся в тему хоккея Которая для нас сейчас является, пожалуй Одной из центральных Или даже самой центральной По горячим следам хотелось бы, чтобы Прокомментировали скандал в лыжном спорте Который вот только что случился на этих выходных Наверняка видели Александр Большунов, россиянин Финн Вот этот неподеленный финиш И неспортивное поведение Непонятно с чьей стороны Разнятся позиции Как вам кажется? Кто здесь прав, кто виноват? Я не знаю, потому что я не видел Этот эпизод У меня был биатлон в то время Кубок мира Так что я был занят Комментированием биатлона Там ничего подобного не произошло И я не помню, когда вообще Что-то подобное происходило Так что я так Некорректно было бы с моей стороны Теперь оценивать ситуацию В пользу в одну Или в другую Так что я Только по заголовкам знаю, что там Ну, я знаю, что российские коллеги Я на спорту немножко почитал Они, по крайней мере, до сегодняшнего дня Тоже немножко были удивлены Поведением Большунова Почему, что и как Вроде по тому эпизоду Ну, не знаю Я больше ничего не могу комментировать Потому что я не видел происходящее Хорошо, тогда хоккей Переходим сразу Ну, после долгих-долгих Различных событий И у Беларуси Таки отобрали Право на проведение чемпионата мира Сразу скажу Помню, когда мы Весной, кажется, с вами общались И вот первые разговоры Нет, весной не могли А позже, значит, осенью Осенью, да-да-да Осенью Когда общались Вы как-то высказывались Что это не очень было бы логично Отбирать право у беларусов Изменилось ли ваше мнение? Как вообще видите эту ситуацию? В принципе Тут очень много факторов Потому что уже многие федерации Многих стран Сказали, что они не поедут в Минск И в принципе Международной федерации Хоккейм бойкот не нужен И это понятно И поэтому Я думаю, что в данной ситуации Довольно логичный шаг Чтобы вообще чемпионат прошел Как он будет проходить и где? Ну, на этот вопрос Вам навряд ли кто-то ответит Рижская часть, это понятно Но будем ли мы проведить Весь чемпионат? Теоретически Если без зрителей А это конец мая 21-го числа начала Так что Вероятность довольно большая Что без зрителей То можно провести Вариант есть Переоборудовать хоккейную арену Футбольный манеж При Олимпийском центре Это не впервые для нас Вспомним 2006 год Когда манеж с конта был Переоборудован под хоккей Так что это мы сделали Новый хоккейный Хоккейный арену Которая строится на территории Стадиона Даугова Да, там площадка соответствует Но там не Предполагалось разместить Столько телевизионных камер Сколько необходимо для показа Я не знаю конкретно Сколько Но как минимум 16 Если не больше Поэтому этот вариант отпадает А в Олимпийском Там можно все предвидеть Все оборудовать И все устроить Но это Теоретически Практически Это очень большие Финансовые затраты И тут опять же вопрос Нужно ли нам Любой ценой Тратить миллионы Это не тысячи И не сотни тысяч Миллионы евро Для того Чтобы любой ценой Провести Обе группы У нас Ну Тут Один вариант был Что вот Литва Ну там тоже Довольно скептически смотрят Хотя там Ну хоккей Судя по Группе Б По-моему Они проводили И зрителей было достаточно много Я не думаю Что он там не популярен Но у меня у самого Друзья Скажем так Из Гонбольной среды Не раз и не два Приезжали в арену Рига На хоккей Смотреть Вот и из Каунаса Ну и из Каунаса В основном Так что Там знают Что такое Ритулист Так называемый Да Хоккейная шайба Так что Пусть международная федерация Разбирается Потому что Если они Будут настаивать Чтобы мы проводили Обе группы Ну тогда дайте денежки нам Для этого Анатолий Вы как профессиональный комментатор Очень хорошо чувствуете время Я думаю У нас его сегодня Чуть с вами меньше будет И вы ответили сразу На несколько вопросов Которые я конечно Собирался задать И несколько тем Чуть-чуть по порядку Что вы будете спрашивать Да Чуть-чуть по порядку Все-таки Хотелось бы Услышать ваше мнение Что Вы сказали уже Что вот этот отказ И бойкот федерации Но что стало решающим Для Рене Фазеля Главы международной федерации Потому что он Тепло пообщался С Лукашенко Слетал туда Они там обнимались Все говорят Что в принципе Известен Фазель Как такой старый функционер Хорошими отношениями С той же Россией И он уже заканчивает Своё вот это пребывание В этой должности Не хочет его как-то Портить Какими-то скандалами И все это говорило Якобы в пользу Все-таки Проведения в Беларуси Что стало решающим? Я думаю Что как раз Скандал получился Очень большой Если бы Оставили чемпионат Минску И он не хотел Как раз Со скандалом Уходить Он ушёл бы уже В прошлом году Если бы состоялся Чемпионат мира В Швейцарии Он уже объявил Публично Что он не будет Баллотироваться Больше На пост Президента Международной федерации И хоккея Так что Фазель уходит По-любому Где будет чемпионат Или не будет Он Последний срок До Конгресса Отбывает И всё Его больше не будет И Ну мы никогда не узнаем Как и что И о чём они общались С Лукашенко То что они там Обнялись При этих визионных Камерах Это ничего не значит Вот И то что там говорят Ну это все спекуляции Потому что Никто-то там был Никто Вам не расскажет Они говорили Именно об этом Или вот о том И говорили именно В таком тоне Или в каком-то другом Так что Я думаю Что он просто поехал Чтобы немножко Сгладить ситуацию Это моя личная версия Уже зная Что Чемпионата в Минске Не будет Говоря о позиции Латвии По этому вопросу Во-первых Вот часто приходится Слышать Призыв Не надо смешивать Спорт и политику Вот Как вам кажется Я здесь позволю Там своё мнение Транслировать немного Что Когда речь идёт О каких-то Крупнейших Больших Спортивных мероприятиях Как можно отделить Её от политики Ведь это невероятно Большие деньги Престиж страны Присутствие первых лиц По-моему Это и есть Напрямую политика И вот в этой связи Просто не кажется ли вам Что было некоторое Различие В позиции Политических лиц И Латвийской Хоккейной Федерации Они значительно Мягче Комментировали Белорусскую тему Даже поначалу Кажется Говорили Что мы не против Совместного проведения Тогда как первые лица Государственные Были очень радикальны И жёстко Занимали позицию Ну да Согласен Политика Практически Позицию И президент И президент И премьер Да любой Это то что Такая позиция Была Конечно Повод для такой Позиции Был Это тоже Никто ничего Не придумал Но можно Конечно Свою позицию Высказать В разной форме Так скажем Спортивный журналист Анатолий Крейпенс У нас на прямой Телефонной Видеолинии Но вот по поводу Вариантов Вы уже Коротко Вот в первом Своем ответе Там Пробежались Скажем так Если сейчас Более конкретно Среди наиболее Вероятных вариантов На сегодняшний день А кстати Насколько я понимаю Решение должно Вот на этой неделе Уже появиться 27 января Фигурировало Ну До конца месяца Должно быть Потому что Чем быстрее Тем лучше Потому что Во первых Нужно Если это будет У нас Еще одна группа Это нужно заранее При любом раскладе Заранее Нужно знать Где Что И конечно Идеальный вариант Буду провести там Где ничего не нужно Строить Или переоборудовать Ну в общем да Среди магистральных вариантов Их два Либо Латвия с кем-то Либо Латвия проводит В одиночку Если с кем-то То появлялись Словакия и Дания Среди вероятных Среди каких-то Менее вероятных Вот предлагала Литва И как я уже сказал Второй или третий вариант Это Латвия в одиночку Тогда вопрос Финансирования Второго стадиона Тоже Фигурирует Стадион Даугова Только непонятно Многие говорят Что он не приспособлен Для таких соревнований Нет Не знаю Читали ли вы Да сейчас закончу Читали ли вы Вот господин Бондарс Наш политик Предложил Резекне Значит Буквально на днях Использовать Какой из этих вариантов Вот если расставлять Их по местам Наиболее И наименее вероятен Ну наиболее вероятен Если у нас Обе группы Это переоборудовать Олимпийский центр В Резекне Насколько я знаю Там Нет возможности Оборудовать Необходимое количество Телевизионных камер И так далее И тому подобное И я не знаю Может ли Резекне Разместить у себя 8 команд 8 команд Это только хоккеистов 23 как минимум И плюс Обслуживающий персонал Еще как минимум Человек 10 Ну вот умножьте На 8 И где Их разместят Там При Тех условиях Которые требуются Для чемпионата мира Это вопрос номер 1 После которого Вопрос номер 2 Уже наверное Даже не следует Ну а ездить из Риги Размещать в Риге Ездить постоянно Нет Это непозволительно Ездить 250 километров Туда-сюда Обратно Ну извините Это уже не чемпионат мира Это не знаю Что это Это путешествие Между Ригой И Резекне Вот этот вариант Это Ну это такое Я не знаю Довольно Авантюрный База Там ладно Чемпионат Латвийскую лигу Можно играть Там еще какие-то Более там Молодежную лигу МХЛ Ну все что угодно Но только не чемпионат мира Так что Ну надо Будем узнать Эту неделю Потому что Мы тут можем Спекулировать И говорить На разные темы Но Я вот только не знаю Почему финны Вдруг Отошли в сторонку Потому что Они были Самые первые Еще осенью По-моему Говорили Что вот Давайте Мы готовы Взять Белорусскую часть Чемпионата Чемпионата Минска Ну так возьмите Строить Вам ничего не надо Хорошо Перейдем тогда Не будем Продолжать Эти гадания К спортивной Составляющей Всего этого Как вы вообще Оцениваете Готовность Нашей сборной К этому чемпионату Вообще Ее состояние Нынешнее Мы давно Не видели В деле В то же время В ноябре Насколько я помню Они Можно сказать Триумфально Провели Кубок Германии Что можно сказать В общем Ну ничего Конкретного Потому что Я знаю Что планируется Но пока еще Тоже неизвестно Вот сыграть Небольшой турнир Сейчас вот В ближайшее время Весной Потом еще один Но это опять же Все зависит Не от федерации И не от сборной Это все зависит От ситуации С COVID-19 Где что Можно Как можно Потому что Ну То что в Германии Хорошо сыграли Это плюс Это плюс Что там себя Хорошо проявили Некоторые молодые Игроки Игроки Которых мы давно Не видели Или вообще Не видели В сборной Ну а сейчас Я же Я тоже Ведь уехали Многие за океан А Хайл Должен начаться В феврале И кто в НХЛ Будет ли возможность Оттуда приехать Кому Как Согласятся ли клубы Отпустить Даже если игрок Будет в то время Свободен Потому что Ну я уже И Из баскетбольной Из гонбольной Среды Слышал По поводу Сборных Что Запретить Тебе никто Не может Но Так По дружески Посоветуют Может быть Все таки Ты не поедешь На этот раз Потому что А вдруг Ты привезешь Оттуда вирус Или мало ли Что там Потом ты Будешь сидеть Там Вздоравливать И карантин Будешь сидеть И у нас Не сможешь играть И так далее Потому что Сейчас Говорить А готовность Сборной Ну это Ну нет смысла Просто А то что Некоторые Хорошие Молодые Игроки Появились И которые Очень Громко Постучатся В дверь Это было Видно Уже на турнире В Германии Это видно И в том же Динамо Рига Там молодые Ребята Появляются Так что Это Интересно Будет Но я думаю Что Боб Харли Главный тренер Он регулярно Связывается Со своими Коллегами Саписом Абусом Здесь Он В курсе Всего Что здесь Происходит И Любой Более-менее Реальный Кандидат На игру В сборной Ну он Будет Привлечен Команду Но опять же Как это будет Где это будет И как вообще Все состоится Но Никто Никто вам На сегодняшний день На этот вопрос Не ответит Стоит ли Проецировать Положение Нынешняя Динамо Рига На сборную Как команду Которую Представляют Многие Игроки Или это Не так Ну и Положение Динамо Тут ничего Нового К сожалению Но коротко Какие у вас Ощущения Ну Тут Знак равенства Ставить нельзя Конечно Потому что Опять же Там Тот же Роберт Букерц Вернулся Его младший брат Рихард здорово Играют Там же И Крастенбекс Ну там Пять-шесть игроков Очень хороших Ну Опять же С другой стороны Не Дарзинч К сожалению Кажет В первую очередь, Олимпиада Токио и Чемпионат Европы по футболу. Чемпионат Европы по футболу, я думаю, состоится. Хотя бы из-за того, что это во многих городах пройдет. Это как-то более рассредоточено будет. Ну, там, хотя собираются уменьшиться количество городов, но я думаю, там все состоится. Олимпиада 24 июля начинается. Ну, кто знает, какая будет ситуация. Тут на прошлой неделе прошла информация, что уже чуть ли не отменили. Но потом Международный Олимпийский комитет и организаторы Олимпиады, что нет категорически такого. Ну, вот я сегодня встречусь с президентом нашего Олимпийского комитета. Я знаю, что на прошлой неделе у них была видеоконференция с президентом Международной Федерации Олимпийского комитета. И там как раз по поводу Токио был разговор. На сегодняшний день никто ничего не отменяет. Но, это опять же по неофициальным таким сведениям, в марте, ну, где-то к середине марта, должен быть уже окончательный ответ. Насколько я знаю, то там в Японии все-таки было много протестов со стороны населения. Токио как раз. Что они боятся, что вот со всего мира понаедут тут, привезут всего, чего нам опять разные вирусы. Это основная причина. Но, с другой стороны, проведите Олимпиаду без зрителей. Мне это как-то трудно себе представить, если честно. Или только с японскими зрителями. Японцы народ спортивный. Они там в большом количестве будут посещать. Ну, не знаю, это сложно. По поводу вот заокеанских успехов наших спортсменов, тоже у нас еще несколько минут остается. Ну, в первую очередь, тут баскетбол, наверное, стоит вспомнить. Вернулся Порзенгис, и, как кажется, вот он уже сколько матчей подряд, там, 20 очков набирает. Сможет, насколько, как оцениваете его возвращение, сможет ли он достичь тех вершин, которые были до травмы? Ну, и в хоккее тоже заодно можно прокомментировать. В первую очередь, Теодор Блюгер сейчас привлекает внимание в Питтсбурге. Он там и от Овечкина убегает, и шайбы забрасывает. Вот что можете сказать? Да. Ну, будем учитывать, что Порзенгис не играл с ноября, по-моему, да? И то, что он там в первых играх набирал очки, это ладно. Ну, самая последняя его игра, это уже было что-то похожее на того Порзенгиса, который должен быть. Я думаю, что он не просто достигнет этого, он будет еще выше, чем он был. Так не было бы только травм. Но остальное все в порядке, потому что все-таки так, для сравнения, у него-то опыт в НБА маленький есть, если честно говоря. Сколько-то он там поиграл, да? Так что там все будет нормально, там шаг за шагом. Да, ну, Блюгерс, конечно, но там в Питтсбурге никто не скрывал, что они на него рассчитывают как на игрока очень полезного. Его можно и туда, и туда поставить, он не подведет. Ну, меня больше радует то, что намного удачнее этот сезон Элвис Музликин начал. То, что Блюгер хорошо отыграет сезон, ну, я не знаю, я как-то не сомневался даже. А вот Элвис после первой не совсем удачной игры, не потому что команда проиграла, да он сам сыграл. Плохо нельзя сказать, но отлично тоже нельзя сказать. Но он потом, потом сразу же себя опять проявил, и тренеры ему доверяют, даже после неудачной игры. И даже после удачной игры Корпеса, все равно ставят. Блуджекетс имеют двух разных и в то же время отличных вратарей, и я думаю, что там у Элвиса все будет в порядке. Я надеюсь, что в ближайшее время Рудофс Балцерс за Сан-Хосе сыграет. Так что там насчет этого, я думаю, там все будет в порядке. Тем более, это игроки, которые себя уже не раз проявили, и их уже знают. Знают, чего от них ожидать, и что на них... В какой роли, это другой вопрос, но на них будут рассчитывать и на Рудофс и на Балцерс. Анатолий, мы через минуту уже будем с вами прощаться. Вот перекидывая мостик на вторую нашу часть, мы о любительском спорте поговорим. И мы, в принципе, о занятиях спортом в период пандемии. Весной, вот это уже точно было весной, мы общались. И вы тогда так сказали, что, говоря вот о спорте, о клубах каких-то, организациях спортивных, что кто-то умрет, к сожалению, кто-то придет на их место. Так вы выразились. Как вам сейчас кажется, по прошествии уже почти года, все так же это выглядит, что кто-то не выживет, а кто-то появится? По-моему, никто особо не умер пока что, но хотя в любительском спорте, да. Ну, тут опять я бы не хотел обобщать, но я думаю, что что касается спорта, ну, на свежем воздухе меня радует то, что вот когда была хорошая погода, минус снег, и дети, и взрослые, и полно было и в лесу, и везде. Это тоже здоровье, это иммунитет. Сутками сидя в квартире, иммунитет не улучшишь, это невозможно. Это можно только активными занятиями. Ну, что касается спортзалов, там, конечно, другая ситуация. Но опять же, нельзя сравнивать спортзал, где очень большая территория, и маленький спортзал, это опять две разные ситуации. Ну, мы тут на этот тем могли бы долго разговаривать. То, что нужны ограничения, об этом никто не спорит, но должны быть умные ограничения, эластичные ограничения. Спасибо вам, Анатолий. Анатолий Крейпан, спортивный журналист и комментатор, был у нас в первой части нашего эфира. Спасибо.